В Новосибирской области готовятся к прохождению паводка. Определены вероятные места подтопления. Затопленными могут оказаться 13 населенных пунктов региона. Берск в этот список не входит, однако в нашем городе также усилены меры по предотвращению подтопления. По прогнозу в зону подтопления в Новосибирской области могут попасть более 3000 домовладений. В Новосибирске, Скитиме, Абита, Гучине, Каргате и других населенных пунктах. Это территории, прилегающие к рекам. Новосибирский Росреестр рекомендует владельцам земельных участков проверить наличие документов на дом и землю, чтобы в случае чрезвычайной ситуации не получить отказ в выплате при утрате имущества. Проверить, попадает ли земельный участок в зону подтопления, можно на публичной кадастровой карте. Берск не входит в список подтопляемых территорий. Впрочем, сейчас все силы городских служб также брошены на предотвращение затопления. Каждую неделю с улиц города вывозят по нескольку десятков тысяч кубометров снега. Работает более 20 единиц техники. Много работы предстоит и управляющим компаниям. В весенний период проверяем своевременную уборку влаза снега с территории предполагаемого подтопления. Наличие материальных запасов для организации переходов через места скопления воды на придомовых территориях. А также наличие у управляющих организаций пункт насосов для откачки воды. Сделали запрос в управляющие организации для подготовки информации для нас. Рекомендовано организовать и провести работы по водоотведению, заключить договора на привлечение спецтехники и водооткачивающих механизмов. Также руководителям управляющих организаций предложено разработать графики дежурства, должностных лиц, рабочего персонала и дежурных аварийных бригад. Прохождение паводка в этом году ожидается сложным. Осадков выпало больше обычного, а грунт промерз достаточно глубоко, на несколько десятков сантиметров больше нормы.